Приветствую вас! Давайте мы начнём разбор вашей ситуации с того, что спросим, почему вы считаете себя ненужной, бесполезной, пусной. Откуда и с чего у вас началось вот это вот занижение самооценки, что повлияло на неё, на самооценку я имею ввиду, и почему вы поменяли о себе мнение. Далее, следующий важный момент, следующий важный пункт нашего вопроса будет такой. Если вы чувствуете, что у вас, ну, есть определённые проблемы, да, если вы чувствуете, что у вас есть определённые трудности, такое бывает, это нормально совершенно. А если вы чувствуете это, то почему ничего не меняет? Почему у вас всё отдаётся так же? Что заставляет вас, по сути, оставаться в одном и том же месте? Что заставляет вас, например, проектировать на мужа свои проблемы, которые у вас есть? То, что проблемы есть, сомневаться не приходится, но то, что вы проектируете свои проблемы на мужа, это вообще не есть хорошо. Как говорится, вы перекладываете больной головы на здоровую, то, что с вами происходит. Это не является правильным, сколько-нибудь. Это не является верным, сколько-нибудь. Потому что проблема у вас, а у своего мужа вы только, по сути дела, убеждаете в том, что он может вам изменить. Когда вы ревнуете, вы проявляете эгоизм. Когда вы ревнуете, вы думаете только о себе, а не о мужу. И первое и самое главное, что вам нужно сделать, это понять, что для сохранения своей семьи, для сохранения своего мужчины рядом с вами, вам нужно перестать обвинять его в том, что он не делал. И каждый раз, когда вам хочется поревновать, каждый раз, когда вам хочется проявить агрессию, негатив на него, усилием воли заставьте себя проявить нежность, ласку, любовь, тепло, понимание. Поначалу вам это будет тяжело давать. Поначалу вам будет трудно. Но спустя какое-то время, спустя несколько раз, вам уже будет гораздо легче, и вы сможете более или менее адекватную реакцию проявлять на своего супруга. не утрируя, не демонизируя его, и не наводя на разного рода мысли, которые, безусловно, ваш супруг будет интерпретировать по-своему. Далее, вам необходимо составить список того, что является для вас достоинствами, ну, вашими достоинствами, а что является для вас вашими недостатками. Необходимо, чтобы вы вот это все выявили для себя. Необходимо, чтобы вы выписали свои положительные моменты, свои положительные стороны. Необходимо, чтобы вы выписали также свои негативные стороны, подразделив их на две основные категории. Первая категория – это категория ситуационных негативных счетов. То есть, когда негативные моменты какие-то ваши являются таковыми в определенной ситуации. А в определенной ситуации ваши негативные моменты таковыми не являются. А являются скорее даже чем-то положительным. И тогда это ваша индивидуальность, и тогда вам ни в коем случае нельзя убирать эти черты, менять эти черты, как-то видоизменять их и так далее. Почему? Потому что вы потеряете себя. Еще больше потеряете себя, и еще больше станете думать о себе довольно негативно. Черты же негативные, которые всегда вам вредят, необходимо уметь скупировать, необходимо правильно их скупировать путем постановки четких задач, постановки четких целей и выполнения их. это то, что вам нужно сделать. Это то, что от вас требуется сделать. И тогда вы будете видеть, как то, что вы считаете плохим для, например, себя, постепенно уходит из вашей жизни и становится, ну, например, становится хорошим. Или перестает вам мешать. Понимаете? Ну, а ваши положительные стороны, которые у вас, конечно же, есть, вам необходимо развивать, приумножать и усиливать. еще у меня есть столько подавления, у меня есть столько ощущения, что вы потеряли себя, как женщина. В рутине хлопот за ребенком в рутине хлопот за своим малышом и в рутине хлопот за заботой о домашнем очаге и хозяйстве вы забыли о том, что вы женщина. вы забыли себя, а раз забыли себя, вот отсюда вам и довольно серьезные трудности, довольно серьезные проблемы. И это тоже необходимо четко понимать, что если какие-то роли вы перестали играть, перестали отыгрывать, то незамедлительно у вас начнутся проблемы. Потому что человек не может быть только матерью, и не может быть только, например, женой. Человек чувствует потребность быть каждым, быть всем, использовать все многообразие своих ягод. Это нужно так же четко понимать. поэтому, если вы о себе забыли, если у вас нет времени, например, думать о себе, например, заботиться о себе, и так далее, то самое время вспомнить об этом, самое время начать посвящать себе какое-то количество времени для того, чтобы вспомнить, кто вы все-таки есть. Для того, чтобы вспомнить, кто вы. Также желательно бывать в уединении. Для чего бывать вам в уединении? Чтобы точно так же вспоминать, кто вы, куда идете, к чему стремитесь, чего хотите, и так далее. Это также очень важно. Это очень важный момент для вас. Это нужно так же очень четко понимать, что вы забыли, куда вы идете, вы забыли, куда вы стремитесь, вы забыли, кто вы не такая. И от этого вполне возможно ваша проблема. Ну и следует сказать, что за один ответ вашу проблему безусловно не решить и необходима работа, необходимы сеансы, консультации для того, чтобы изменить ваше представление о себе и о вас в этом мире. В мире, в котором вы находитесь. что он перестал быть для вас враждебным, чтобы он стал для вас чем-то более друзелюб, чем-то более таким открытым, чем-то более понятным. Чтобы вы не ждали все время, что вас кто-то например обидит, что-то еще сделает, и так далее, и так далее, и так далее. Вот так я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!